У нас сегодня 23 занятие, и мы сегодня будем с вами разбирать, что такое мышление, как оно на нас жутко влияет, и, собственно говоря, как нам его направить, исправить, и сделать всё возможное, чтобы контрусилие на нас или сопротивление на нас оказало как можно меньшее влияние. Давайте вспомним то, что мы из себя представляем. Это человек со всеми его условно достоинствами, со всеми обретённостями, согласно полного диапазона, согласно того, как мы живём, не осознавая, это жизнь среднестатистического человека, которая основывается вверху на боли, дальше на страхи. Боль — это что такое? Меня творец не любит, я никто, мне страшно, мне бы хотелось, я оказывается вот такая, меня так никто не ценит. Это та причина, та болевая составляющая, которую мы с детства взращиваем из расчёта противоположностей думок своих тому отношению, которое мы имеем в семье. И нам всегда, в особенности женщинам, всегда больно. Нас недооценили, недолюбили, недодали мне руки, ноги, там что-то ещё не додали, волосы и кучерявые хотела, длинные, там глаза такие-то, хотела вот такие. В общем, там вся масса собранного внешнего различия. И взятое такое, я как-то с одной девушкой разговаривала, говорю, скажи мне, пожалуйста, а какой бы ты хотела быть? Она говорит, я вам сейчас всё расскажу. Ну, значит, пятая точка, там, девушки с Инстаграма. Значит, ноги там такие-то, глаза вот такие. Я говорю, давай мы это соберём всё. Ну, по-сю пору, правда, собираем, но неважно. Представляете, вот если взять от другого человека всё отрезать, собрать это всё в картинку, это что такое получится? И от того, что я не такая, нам всем больно. Точно так же, как и мужчины. Я думал, это я джедай, а мне потом каждый раз говорят, место, место, место. И у меня это не получается, это не получается, это не получается. Мне тоже больно, и тоже я с этим не согласен. И вот это вот месиво такое непонятных образов, огрызков и приводит к состоянию внутреннего такого душевно беспокоящего, ноющего состояния, которое всегда порождает страх. Я не пойду туда, потому что. Если бы я была вот, или был бы такой, тогда бы, да бы. И вот этот страх, почему системы все, они очень конкретно и определённым способом зазывают людей. Согласно страха, согласно своего видения по отношению к себе, только для того, чтобы именно нужный навык или отсутствие навыка привлекало это. Почему страшно мужчинам всегда идти во мне, женщинам больно, что её не ценят и не любят. И это всё связано с нашим мышлением на уровне созидания, на уровне причины, на уровне нашего вот этого детского пресловутого «хочу», которое беспокоит, бьёт в спину, раздражает, требует выхода, но в силу социальности, приемлемности, так что никто бы не догадался, да, мы это всё сглатываем, у нас очень часто болит горло, у нас плохо с речью, потому что никогда не получается так, как хотелось бы, да. Первое, с чем человеком, когда вы сталкиваетесь, вы очень хорошо должны слышать, как он вообще, или как она повествует свою жизнь или свои желания. Чем сбивчивее речь, чем меньше в ней сути, тем больше говорит о том, что у человека огромное количество боли и огромное количество страха. Несоизмеримость мысли, слова и поступков зарождает внутренний хаос, из которого нужно всё вытащить, но в силу того, что некогда вытащить, и мышление не работает, мы начинаем тогда, ну, как успели, так и сказали. И это всё читается, и назначается, и называется, ну, по-разному у каждого там, у каждого слоя населения. Дальше идём. Нас настолько приучили ждать, ожидать, и всегда какие-то должны быть последствия, как это выглядит? Когда у нас забирают время, мы всегда делаем какие-то попытки, чтобы сделать по-другому, потому что имеем внутреннее сопротивление. Это сопротивление убивается людьми или группой лиц, где мы находимся, и наши последствия наказания, они всегда связаны с тем убеждением, что мы, собственно говоря, делаем что-то не так. Потому что если бы я была такая вот собрана из запчастей, как биоробот, то тогда бы со мной, если бы я такая была собрана, в жизни бы не получилось, они бы меня все слышали, слушали, подчинялись, выполняли и делали всё, как я скажу. Но в силу того, что у меня этого нет, ну, значит, меня будут там строить, ставить, прогибать, нагибать. И это тоже привычка, с которой мы уже очень-очень долго живём, и не имеем возможности хотя бы даже задуматься на это. Дальше идём. Это в какой-то точке опоры, в какой-то системе. Дома, семья, вот из тех восьми мы при помощи других людей назначаем себе долг. В женской части населения мужчина должен обеспечивать, носить на руках цветы, дарить, ни о чём не спрашивать, и, собственно говоря, быть абсолютно счастлив, что я с ним рядом и даже не жужжу. Мужчина, в свою очередь, считает, что женщина должна быть преданная, чистая, много внимания уделять, ничем не напрягать. С утра встала уже, красота вообще неописуемая. А если она вышла там в чём-то не так, то это беда. Её надо за это наказать, потому что мои глаза на это смотреть не могут. Ну, мама, понятно, что она хочет, да? На работе понятно, что хотят, в любых других системах тоже понятно. Всем назначают долг, почему очень важно осознавать, и самое главное, никогда не бояться говорить человеку, что он вам должен. Это очень стимулирует, это очень быстро включает так называемое мышление. На уровне вот именно о том, о чём сегодня мы будем разговаривать. Когда человек вам гадит или когда он говорит одно, а делает другое, и вы молчите, вы не сопротивляетесь, вы не уточняете, вы не спрашиваете, вы не хотите выяснять отношения. Значит, вас встраивают при помощи зависимости от чего-то. Значит, за какой-то страх или за какую-то аберрацию вас зацепили. И если вы не будете, по крайней мере, прояснять или хотя бы в хорошем понимании этого слова противостоять и уточнять, и к чему-то возвращать, к исходным договорённостям, человек будет считать, что он по определению вообще прав, и вам это за счастье. И только он имеет право вам что-то назначать. Если вы соглашаетесь, то со временем это будет хуже, хуже, хуже и хуже. Так вот, если вам должны, не забывайте, пожалуйста, об этом напоминать. Человек, который слышит, что он должен, ему всегда становится не очень комфортно. Ну, вспомните себя. Если вы кому-то должны, и вам это ещё говорят вслух, ну, это не очень приятно. Это к совести такой звонок, стук в закрытую дверь под названием совесть. И мы начинаем сразу размышлять, так должна ли не должна, что, собственно говоря, оправдательная система включается, но тем не менее. Почему деньги как инструмент взаимодействия очень хорошо и быстро сразу показывают, что человек готов сделать, что не готов сделать, как он готов сделать, как он убегает, да, долго, ненадолго, там, в количественных, качественных показателях. Очень хорошо всё видно. И вы, собственно говоря, не ведётесь на то, чтобы вам одевали долги, чтобы вам рассказывали то, чего нет. А обычно мы обязательно кому-то что-то должны. Вот обязательно. Если мы не позвоним своим близким тогда, когда они хотели, вы сразу называют вам фамилию, да, рассказывают имя отчества, там, как зовут, куда идти, что на эту тему кто-то думает. И вы, согласно этого долга, потому что вы имеете к этому человеку какое-то или статусное отношение, или какие-то рабочие отношения, или какие-то типа дружеские отношения, или родственные отношения, вы сами себе одеваете долг, что нужно это выслушать, посмотреть, поглядеть, потом как-то поковыряться, а может быть, собственно говоря, надо было позвонить или надо было сделать так, чтобы не переживала, там, не страдала, истерику не устраивала, ну, еще какая-то там ерунда, показательных выступлений, которыми вас пытаются стимулировать, тире мотивировать на нужные для кого-то действия. Так вот, если вам должны, вы не забывайте об этом напоминать, ну, и старайтесь, чтобы вы никому не были должны. Почему? Потому что выполнение обязательств — это своего рода обременение, и обременение достаточно серьезное. От них, конечно, можно отказаться, но то, с кем вы договорились и что вы пообещали, вас будут дергать. Почему я так не люблю давать обязательства? Почему я делаю все возможное, чтобы от них как-то отойти? Потому что выполнение еще достаточно долгосрочное, оно, с одной стороны, стимулирует, с другой стороны, напрягает, в хорошем понимании этого слова, а в-третьих, вы должны точно знать, вы готовы в тот или иной период времени выполнять эти обязательства? Зачем? Почему? И что в итоге вы должны получить? А когда вам рассказывают, что вы должны, что вы получите, и что вы должны делать, это уже не обязательство, это уже встройка. Почему вся любая беседа, любые договоренности имеют две стороны? И это нужно учиться видеть. Когда вы договариваетесь, да, и когда вы выполняете обязательства, далеко не факт, что противоположная сторона будет делать то же самое. И это нужно учиться размышлять, различать. И вот мышление этому способствует. Почему умение слышать и умение видеть так важно? Вы можете спрашивать, вы можете уточнять, вы имеете право, если вы взяли обоюдные с кем-то обязательства, всегда вот в это русло и возвращаться. Другой вопрос, насколько те люди или тот человек готовы эти обязательства по отношению к вам выполнять, это их мера ответственности. Самая простая форма, это когда берем семью, значит, там все же, когда они женятся, там получают книжку на тему того, что они там поменяли статус, да, то с двух сторон все товарищи, которые приближены к данным телам, пытаются передать свои страхи или какие-то свои там непростые ситуации, чтобы якобы это благое намерение, чтобы вы их не повторили. И начинается борьба, да. Значит, мужчине можно, женщине нельзя, а вот это женщине можно, а мужчине нельзя. Так вот, обязательства наступают тогда, когда уровень договоренности нарушается в одностороннем порядке. Ну, условно, женщина или мужчина, не знаю, один из супругов выходит в люди и потом говорит, ну, что, собственно говоря, что такое? Ну, что такое, собственно говоря? Ничего страшного. А другой из супругов начинает звонить, ты где контролировать там, да, неважно, какую сторону, ну, кто-то. И когда контроль еще в большей степени толкает на неправомерные поступки, то тогда случившееся будет как факт того, что кто-то снял с себя обязательство. Так вот, самое главное вам нужно понять, что человек с себя обязательство снимает самостоятельно. И никто на это повлиять не может. Когда он с собой договаривается, это как ребенок украсть конфету. Первый раз совесть мучает, первый раз жутко, страшно, руки потеют, кажется, все видят, и все видят, и везде видят, и накажут, и поймают, и сейчас кто-то зайдет. Если один раз получилось, то следующий раз получится очень легко, очень просто, без вопросов. И тогда вся наша автоматика будет работать, четкое соблюдение того, чтобы создавать ситуацию, при которой взять можно, оправдание уже есть, а все остальные свободны по жизни. Понимаете, о чем разговор? Вот и в семье. Кто от кого там куда, это мера ответственности каждого человека, который приступил к своей обязательству. Точно так же, как и на работе. Можно не договариваться. Почему присутствует тот же пресловутый испытательный срок, да? Мы всегда договариваемся с внешней стороной человека, это личность называется, мы всегда хотим казаться лучше, нежели чем мы есть. А когда нас попускают или создают специальные условия, которые мы даже не понимаем, почему мы так классно устроились, и тут и деньги лежат, собственно говоря, я точно знаю, их никто не считал, и не проверяет меня камер, проверила нигде нет. А что просто не посидеть-то? И вот первый раз тяжело. Если это становится получилось, и никто не отымел, и никто не поставил на вид, и публично никто носом не тюкнул, то тогда это будет просто норма жизни и оправдательная база. Ну вот что, собственно говоря, я вот тут то, я тут то, я тут то, я тут то. Ничего страшного, не убудет. Так убудет в другой стороне. Ну так, чтобы было понимание. И вот на этом мы сегодня будем останавливаться. Всё остальное давайте смотреть. Наше желание — это зрение. Мы всегда смотрим, сколько аж кругом всего. А у меня этого нет. И что же с этим делать, да? И это наша мысль. Что мы, собственно говоря, и будем заполнять. Как только мы всё увидели, да, мы интересуемся, и это уже пошли слова, интересно, как это бы сделать, чтобы поменьше работать, побольше получать. И это то препятствие. У женщины это внутреннее, у мужчины это внешнее. Если мужчине нужно что-то достигать, то женщине нужно с собой справиться и не выдумывать о том, что мама или бабушка, или подружка, или какая-то тётка с телевизора сказала, что мужчина должен. И тогда следующее будет. Это те же пресловутые результаты. Да, я смогла его отымела, истерику устроила, он мне шубу купил, и ес, я молодец. А он пускай как хочет. Но мужчина же должен. Или женщина же должна приходить. Я прихожу с работы, а она вот вообще только с подиума зашла, и всё хорошо, улыбается. Я даже не догадываюсь, что у неё может быть что-то не так. Почему внешний вид, требования внешнего вида всегда подразумевают скрытие чего-то внутреннего. Чем больше и краше мы пытаемся выглядеть, тем в меньшей степени мы от внутреннего мира пытаемся. Ну как, он нас меньше устраивает. Тщательность, да, тщательность, скрытие вот тех внутренних недовольств, препятствий и невозможности что-то изменить, подразумевает изменение лица, изменение имени, изменение фамилии, того-сего, всякого-всякого, чтобы не быть должной, не меняться, не заниматься собой, ещё там чем-то. Ну в общем, короче, это у нас препятствие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok